В Таджикистане началось принудительное дактилоскопирование населения. Еще одна дочь Рахмона назначена на высокий пост. В Таджикистане денежные переводы сокращаются. Таджикские власти массово снимают отпечатки пальцев у жителей страны старше 16 лет. Данные мероприятия проводятся в рамках спецоперации под названием «Чистка». При этом за дактилоскопическую регистрацию будет взиматься плата в размере 4 сомони – около 50 центов. Операцию проводит Министерство внутренних дел совместно с другими силовыми структурами. Об этом сообщил информационному агентству «Азия Плюс» 25 ноября пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджани Эмамали. По словам Умарджани Эмамали, на данный момент дактилоскопическая регистрация проводится в трех районах – Рудаки, Вагдаты и Гиссары. Позже она пройдет и по всей республике. Как сообщило информационное агентство «Авеста» со ссылкой на собственный источник в МВД Республики Таджикистан. «С помощью этой операции мы намерены определить точные данные о регистрации граждан, выяснить количество выехавших за пределы страны, в том числе тех, кто выехал в Сирию. Также в ходе этой операции мы собираем данные о тех, кто незаконно обучался в религиозных учреждениях и распространяет радикальные и экстремистские идеи среди населения». Кроме того, Омарджани Эмамали отметил, что в рамках этой большой кампании запланированы встречи представителей Комитета по делам женщин и семьи, на которых будет пропагандироваться традиционный стиль одежды. Таким образом, режим Арахмона продолжает политику заворачивания гаек в отношении своего народа, желая остановить исламское возрождение в народе. Одна жительница района Рудаки сообщила в интервью информационному агентству «Авеста». По дворам ходят по 10-12 человек. Там и пожарные, и представители прокуратуры, и энергосетей. Спрашивают про религиозную литературу, одежду, родственников, которые в миграции. Осматривают дома, чердаки, проводку. Если увидят неэнергосберегающую лампочку – штрафуют. Увидят на чердаке дрова или сено – штрафуют. Увидят самодельный электроприбор – штрафуют. Еще один член семьи президента Арахмона получил должность заместителя начальника управления международных организаций Министерства иностранных дел Таджикистана. Как сообщило информационное агентство Азади, от 25 ноября со ссылкой на собственный источник в МИД Таджикистана, Рухшона Арахмонова заняла этот пост несколько дней тому назад. Она опытный дипломат, раньше работала в посольстве Таджикистана в Лондоне, и после завершения миссии вернулась в Душанбе, сказал собеседник агентства. Следует отметить, это не первый член семьи Арахмона, занявший высокий пост в государственных структурах. Так, например, старший сын президента Рустами Мамали возглавляет агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Азода Арахмон в начале текущего года назначена руководителем аппарата президента. Парвина Арахмон занимается бизнесом и владеет национальной авиакомпанией Самон Эйр и аэропортом Душанбе, а также контролирует всю фармацевтическую индустрию в стране. Кроме того, шурин президента Хасан Асадулло Азада руководит крупнейшим в стране банком Арион Бонг, а Джамулиддин Нуралиев, муж Азады Арахмон, является первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана. И все это не говоря о десятках и сотнях дальних родственников и друзей из клана Рахмона, которые занимают различные посты в госструктурах и монополизировали почти все сферы бизнеса в стране. Денежные переводы трудовых мигрантов все еще остаются основным источником дохода для населения Таджикистана. Денежные переводы не должны быть основным источником дохода населения. Государство обязано находить и реализовать альтернативные пути решения вопросов развития. Об этом заявил докторант Университета Баско Бильбао, Испания, Мубин Абдувалиев 24 ноября в ходе презентации на тему «Влияние денежных переводов мигрантов на экономическое развитие». Эмпирический анализ на примере Таджикистана. Как было отмечено, несмотря на то, что за последние полтора года объем денежных переводов трудовых мигрантов значительно сократился, тем не менее по сей день денежные переводы остаются основным источником дохода в стране. По данным Национального банка Таджикистана, объем денежных переводов в Таджикистан в первом полугодии этого года по сравнению с этим же периодом 2015 года сократился на 22,1%. Как отмечают эксперты, несмотря на громкие заявления режима Рахмона о достигнутых успехах в некоторых отраслях промышленности, экономика страны по-прежнему остается в большой зависимости от денежных переводов трудовых мигрантов, которые сокращаются с каждым днем. Вряд ли режиму дастся каким-то образом улучшить экономическое положение в стране, существующей кризисной ситуацией. Политологи отмечают, что режим Рахмона заботится больше о сохранении своей власти и приумножении собственного богатства любыми доступными способами, чем о положении народа и решении его проблем.